Всем здарова, братва! Вы на канале Лумумба Румумба, с вами как всегда Владос. В сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать лучшую сборку, на мой взгляд, на пистолет-пулемет Фараон. Это бурстовая ППшка, но она очень достойная вашего внимания. Кстати, кто не видел, на что способен Фараон, я недавно сделал видосик в своей обновленной рубрике, которая называется «Роняем рейтинг версия 2.0». Можете посмотреть там, на что способен в разных режимах Фараон именно с сегодняшней сборкой. Видосик очень интересный, рекомендую досмотреть до конца. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, обязательно ставьте лайки, если вам видос понравится. Не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик, чтобы не пропустить новые свежие видосы на канале Лумумба Румумба. Готовьте что-нибудь повкуснее и погнали смотреть топовый видос. Пистолет-пулемет Фараон это довольно-таки непопулярная волына в рейтинговых сетевых играх. Но я скажу очень зря, что многие игроки его недооценивают. Ведь этот пистолет-пулемет при правильной сборке обладает сногсшибательным ТТК, хорошей подвижностью. И исходя из своего опыта, хочу сказать, что это один из самых лучших пистолетов-пулеметов для работы на ближней дистанции. Ведь при ближнем контакте нужно максимально высокое ТТК, хорошая точность и чтобы пушка работала что от бедра великолепно, что от мушки. Что касается работы в мушке, рабочая дистанция у Фараона максимум где-то по моим ощущениям 15 метров. И на этой дистанции ТТК проявляется максимально великолепно. Если мы берем ближнюю дистанцию на 5 метрах, что от бедра, что от мушки, вы забираете превосходно. Даже если не будете делать упор на работу от бедра, здесь это все заложено с самого начала по дефолту. Здесь очень классная работа от бедра. Но сейчас, друзья, мы переносимся на полигон и я вам покажу, какие же я параметров достиг и каких преимуществ при своей сборке на пистолет-пулемет Фараон. Погнали на полигон! Итак, друзья, начинаем с скоростных характеристик. Скорость перемещения с данной пушкой, в принципе, неплохая. Да, это не сверхзвуковая ППшка, как тот же Феник, но она на достойном уровне. Понизить здесь скорость невозможно, чтобы не потерять в ТТК, поэтому с этим остается только смириться. Но скажу, что этой скорости предостаточно Фараону и лично мне. Если вы ее попробуете, вы поймете для себя, хватает ли вам скорости, либо же нет. Если вам скорости не хватает, то, скорее всего, Фараон не ваш вариант. Потому что, если здесь сделать упор на скорость, он очень будет забирать долго соперников и вам это, скорее всего, не понравится. Но я рекомендую попробовать, а уже потом делать выводы. Теперь, что касается скорости захода в прицел в простонародье АДС. Заход в прицел довольно-таки приемлемый. Да, это также не сверхзвуковой заход в прицел, как того же Феника, либо АМХ-9. Но Фараона это максимально, что можно сделать в плане скорости захода в прицел. Повторюсь, если мы поменяем определенные модули и сделаем упор на скорость, ТТК упадет сразу же в два раза. И будьте к этому готовы. Поэтому, друзья, либо смириться, либо же стрелять при ближних схватках от бедра при супер ближних схватках. Я имею ввиду расстояние в 5 метров. Я думаю, в этом плане пушка и рассчитана, что АДС будет не сильно высокий. Но при 5 метрах вам не обязательно залетать в прицел, чтобы быстро снять соперника. Здесь от бедра это можно сделать превосходно. Теперь перейдем к участии стрельбы при прицеливании расстояния в 10 метров. Зажимая в точку мы видим следующую картину. То, что в принципе все летит куда нужно, но пушку немножко шандарашит. Я вам скажу так, что ее держать не нужно особо долго. Потому что эта волына забирает соперников с полтора бурста. То есть очень-очень быстро. А бурст за бурстом здесь вылетают с неимоверной скоростью. Что нам скажет расстояние в 20 метров. Здесь уже, конечно, разврос будет велик. Но я вам и говорю, что это бурстовое бестие предназначено как раз только для ближней дистанции. На расстоянии 20 метров, да, пушечка уже немножко шандарашит по сторонам. А именно на плане горизонтальной отдачи. Но кучность стрельбы при этом остается приемлемая. Чтобы перестелять соперников на расстоянии 20 метров, нам потребуется с фараона выпустить 2-2,5 бурста. Поэтому рабочая дистанция фараона, повторюсь, до 15 метров. На этой дистанции он просто великолепно работает. Что нам скажет расстояние 30 метров. Зажимая в точку, мы видим следующую картину. То есть, да, уже пушку не так легко держать. Ее шандарашит по сторонам. И на таком расстоянии даже не думайте работать с фараоном. Потому что у вас вряд ли что получится хорошо. Если против вас будет соперник штурмовой винтовкой, либо же с ППшкой, которая зажимает точку, то вы 100% будете перестреляны. На расстоянии 40 метров чисто интереса ради. Ну, тут, конечно же, уже вообще все идет в глобальный разброс. Теперь посмотрим урон по хитбоксам. Начинаем с расстояния в 10 метров. Если мы будем попадать в голову с фараона, нам будет прилетать 37 единиц дамага. В грудь 34, в живот 34, в паховую область 34 и по ногам 30 единиц дамага. По рукам, кстати, тоже 34 единицы дамага. То есть, если мы берем вот эту часть хитбокса на этом расстоянии, с одного бурста, в принципе, можно перестрелять соперников. То есть, вы спросите, Владос, а как же ты говоришь полтора бурста, если в бурсте здесь все 4 выстрела, а каждый выстрел наносит по 34 единицы дамага, даже вот просто верхнюю часть хитбокса не в голову. Друзья, это так. Но если мы берем на практике, соперники вряд ли будут стоять как вкопанные. И чтобы внести в него все 4 своих патрона с бурста, нужно очень сильно постараться, либо вам должно очень сильно повезти. Но я беру сразу немножечко с запасом, потому что соперник будет двигаться, и один патрон может не долететь. Вот на второй половинке бурста вы его как раз и доберете. Вот именно расчет идет из этого. Что нам скажет расстояние 20 метров и урон на этом расстоянии? Попадая в голову, здесь будет залетать 28 единиц дамага. Сразу идет просадка, как я вам и говорил. В грудь будет залетать 26, в живот 26, в ноги 23. И по рукам нам будет приходиться 26 единиц дамага. То есть, в принципе, даже на таком расстоянии это неплохой дамаг. Но единственное что, нужно будет умудриться попасть в такой кучности стрельбы. Поэтому, друзья, я и говорю, что 15 метров это потолок для фараона. Но на 15 ему равных просто нет. Лично мое мнение субъективное. Смотрим расстояние в 30 метров и урон на этом расстоянии. Попробую хотя бы попасть. 23 в голову, в грудь 21 единиц дамага, в живот 21, в паховую область 18, ноги 18 и руки 21 единица дамага. И финалочка это расстояние 40 метров. Чисто каламбура ради. В голову будет залетать 20 единиц дамага, в грудь 19, в паховую область 17, по ногам 17 и по рукам нам будет прилетать 19 единиц дамага. То есть, братва, видите сами, что на всех отрезках урон понемножечку падает. Но если мы берем отрезок от 5 до 20 метров, здесь он очень-очень достойный. И на этом расстоянии можно с фараоном барахтаться против соперников на раз, два, три. Ну а теперь, братва, перейдем непосредственно к самой сборке. И я вам покажу, какие модули нужно ставить, чтобы добиться такого результата от пистолета-пулемета фараон. Теперь, братва, приступим к самой сборке. Первым модулем в этой волыне является модуль дуло. А именно монолитный глушитель, который нам дает профит в плане дистанции на целых 25%. Я скажу сразу, друзья, что все модули, которые я сейчас озвучу, их необходимо ставить, если вы хотите получить достойную работу от пистолета-пулемета фараон. Это тот случай, когда модули менять не рекомендуется, ибо же вы нарушите целостность сборки и, в принципе, работоспособность этой пушки. Теперь переходим ко второму модулю, и этим модулем становится модуль ствол. А именно, меткий стрелок ОВЦ, который нам дает профит к дистанции поражения на 30%, добавляет нам кучности стрельбы при прицеливании и добавляет нам, хорошо прям добавляет, контроля над вертикальной и над горизонтальной отдачей. С помощью этих модулей мы в основном бустим дистанцию и контроль над отдачами. С помощью следующего модуля мы будем компенсировать и балансировать скоростные характеристики в этой волыни. Переходим к третьему модулю. Третьим модулем в этой волыни является модуль приклад, а именно боевой приклад IKM. С помощью него мы начинаем балансировать скоростные характеристики. Плюс 12% к АДСу, то есть пушка в прицел заходит намного бодрее. Теперь переходим к четвертому модулю, и им является модуль лазер. А именно дефолтный лазерный прицел ОВЦ, который нам дает плюс опять же к АДСу и повышает нам кучность стрельбы при прицеливании. Этот модуль второй, который влияет на скоростные характеристики, его ставить нужно в любом случае. Ну и финальным и очень важным модулем в этой сборке, без которого не будет нужного ТТК, не будет нужного контроля, это модуль передняя рукоятка. А именно передняя рукоятка Ranger, которая нам дает просто столшебательный контроль над вертикальной и горизонтальной отдачей. И также повышает кучность стрельбы при прицеливании. За счет вот этого модуля мы получаем вот такой финальный ТТК. Если бы не он, то пушка очень долго бы забирала соперников. Поэтому, друзья, все модули, которые я назвал, нужно поставить обязательно, протестировать на себе. И если вам что-то будет не устраивать, попробовать что-то поменять. Но я вас уверяю, что я очень много провел время с фараоном, чтобы проверить абсолютно каждый модуль. И это лучшее решение, как по мне, что можно сделать для фараона, чтобы он соперников забирал очень-очень качественно. Ну и финальная сборка на фараон выглядит следующим образом. Господа, сборочку обязательно добавляйте себе в чертежи, проверяйте в реальных катках, в рейтинговых боях. Не забывайте оставлять в ладосику отзыв в комментариях по поводу этой сногсшибательной бурстовой ППшки. Если вы хотите немножко разнообразия в рейтинговых сражениях, если вам надоели мета и вы хотите что-нибудь свежего и интересного, возьмите фараон и вы об этом не пожалеете. Ну а на сегодня все, господа. Сборку обязательно юзаем, не забываем оставлять отзывы в ладосику в комментариях. Ну а я в свою очередь погнал для вас сделать еще больше крутого контента. Всех обнял, приподнял. До встречи в следующих видосах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok